здравствуйте с вами снова я и финляндия сегодня четверг полдесятого утра я никуда не пошла сегодня же я пойду в тот другой район варесо который называется за продуктами обычно когда я туда хожу я целый день дома и потом только пол пятого я пойду туда я хочу с вами поговорить а вот я вам извините прервусь ведь у меня такие духи такие легкие легкие летние травяные духи я ними надушилась так пахнут от ивраши такие бусики коралловые под цвет моего вот этого платья халата это тут застегнула булавкой потому что ну сильно так открывается уж не хочу вам показаться не скромницей да так вот сегодня мы поговорим с вами о социальной это я открыла планшет о социальной помощи финляндии я не буду смотреть и говорить я буду рассказывать сама я просто хочу зачитать один комментарий который написала мила злобная не знает и такой у нее псевдоним или может быть такая фамилия но в общем она пишет что делиться с друзьями хорошо но видимо ваши друзья не попадает под социальные программы и ваша помощь им нужна дорогая милочка вы глубоко глубочайше ошибаетесь ни ни на не ее муж лёва не я не такие же пенсионеры как мы не попадают под социальную помощь социальная помощь это совершенно другое давайте сначала я расскажу о тех местах куда я хожу за продуктами и кто их организовывает а потом мы постепенно перейдем к социальной помощи значит те места куда я хожу за продуктами это все места от церквей вот какие церкви есть в городе турку а их еще не показала бомбить какой у меня ковечка шикарная лягушоночка а их у нас очень много каждая вапа кирко то есть свободная церковь она организовывает помощь для так скажем ну образно говоря для своих прихожан но туда может пойти любой человек вот в то место куда я хожу в понедельник среда и пятница у центрального автовокзала она от вапа кирко когда осень начнется там раз в месяц тоже будут прям при церкви будет идти служба и будут давать продукты я тоже как-то вам показывала по субботам один раз в месяц вот а здесь вот дают три раза в неделю откуда берутся эти продукты и кто раздает эти продукты значит церковь начнем с этого арендует какое-то здание и набираем набирает так скажем по-русски волонтеров волонтеры которые не имеют зарплаты они работают на добровольных началах и за то что потом они отработав день убрав там все приняв товар раздав товар людям они также возьмут что-то себе но естественно они возьмут то что им надо но мы об этом мы речь не ведем вот люди работают люди нам дают продукты мы этому благодарны вот из всей этой организации которая там находится один единственный пастор который он также ведет службу в церкви он находится на зарплате он пастор остальные все люди это волонтеры на добровольном начале есть там и молодые есть там и более возрастные есть там и русские девочки и в основном финны и ребята есть потому что надо съездить по магазинам собрать этот товар весь привезти разгрузить разложить что-то в холодильник что-то на столы в общем вот такая вот такой вот порядок раздачи то есть если не на я или кто-то другой захотел прийти и получить продукты терветуло как говорят финны добро пожаловать приходите занимайте очередь и получайте продукты те люди такие как я с ралаторами и люди с детьми до четырех лет приходят с 11 утра до 12 часов дня общая очередь начинает обслуживаться с 12 часов дня и до последнего человека будет это пол второго или будет это два если еще есть продукты то этих людей обслуживаться вот точно такая же система вот туда куда я пойду сегодня это район варисо это тоже церковь это церковь пятидесятников раньше вот зимой я один раз как-то зимой была после курсов приехала после курсов итальянского они начинали в 7 часов службу 7 часов рассказывали при том служба дублировалась на двух языках финском и русском но на финский и потом русский вот рассказывали люди о себе как они пришли в веру какие-то истории потом читали библию пели песни это было ровно один час после этого начинали раздачу продуктов также сначала шли люди с ралаторами и детки а потом общая очередь теперь у них другая система вот с с пол седьмого вечера но они обычно начинают раздавать даже в 6 вечера у них уже по фасованные пакеты очередь стоит на улице они выносят большие столы на крылечко к себе ты подходишь естественно поздороваешься возьмешь этот пакет поблагодаришь и уйдешь очередь движется очень быстро очередь очень большая вот и опять же туда может прийти любой желающий человек никто не спросит кто ты что ты и зачем ты пришел работаешь ты пенсионер ты или ты вообще иностранец который приехал по туризму или иностранец который приехал на работу я с очень многими людьми познакомлю так вот стоишь в очереди часа то и больше и разговариваю слышу украинскую речь я потом извинюсь подойду скажу вы из украины винт скажет парень с одним да я из украины звитки лявы яка же из тернопольской области из тернопольской области и я спросила как ты сюда попал он говорит я здесь работаю там то там то там то вот вот мне посоветовали сюда за продуктами я пришел первый раз будут ли какие-то проблемы я говорю нет никаких проблем не будет приходи и говори своим знакомым пусть люди приходят и берут продукты все то есть этот вопрос мы закрыли полностью и Нина и ее муж Лёва и вот Иван мой приятель он ходит в другое место вот он ходит сегодня куда я пойду и кроме этого в среду он ходит так называется организация которая называется Акилта там надо покупать купон годичный раньше купон стоил 10 евро а теперь он с годами возрос и стоит 30 евро ну ну сами понимаете что такое 30 евро это ничего там тоже система быстрая там у них назначено например он приходит по средам кто-то приходит по по понедельникам кто-то приходит по пятницам вот и филиал от ихнего Акилта есть еще в другом районе люди которые в тех районах живут чтобы не ездить сюда далеко они ходят туда за продуктами то у них такая же система им дают два пакета в одном пакете продукты вот во втором пакете овощи и хлебушек все такая же система заплати иди и бери как тебе надо или не надо я туда не хожу вы понимаете вот мне написали вот ты постоянно мол ходишь таскаешь ну вроде как не 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 пожрать все извините за выражение конечно разве можно все это поесть конечно поэтому я отдаю нине спрашивают опять же почему не ходит нина я уже объясняла и еще раз скажу у минного мужа серьезное неврологическое ментальное заболевание она не может его оставлять даже на 15 минут вот буквально недавно она ушла вот рядом магазинчик купить кефир кефира и молока это буквально 15 минут когда она пришла он упал и лежал на балконе вот потом ей надо было звонить кому-то меня дома не было она позвонила ларисе которая живет на втором этаже пришел ларис ларисы муж и лариса и они его втроем подняли вот а буквально вот два там дня тому назад они пошли вот тут я вам когда гуляла показывала маленькую такую площадку там такие тренажеры вот сидишь на скамейке ножками вот так вот крутишь вот они туда иногда ходят вот он посидел там покрутил ему нравится это потому что у него есть мысль купить велосипед мать мысль у больного человека который у которого нету координации движения но мысль о том что когда-то в те дальние свои молодые годы он хорошо ездил в сибири на велосипеде да он хорошо и на машине ездил но это было давно сейчас стерлось все то что идет на сегодняшний день осталось только так длинная память ну так вот они значит сидят он крутит не на тоже там два их не на тоже потом он говорит я щас там его тут похожу поэтому не на ему говорит лёва не надо и надо мы уже покрутили жарко пойдем домой нет я пойду ну ладно он пошел она еще не успела подняться чтобы вот он поддержать он два шага сделал и он падает то ли он засиделся пока крутил то ли что там он падает он просто так навзничь падает поранил себе коленки он был в таких бриджи такие до колен поранил себе оба локтя вот и естественно она же его помочь поднять не может у него больше ста килограмм веса но спасибо шел парень собачкой прогуливался увидел подошел и вот они вдвоем с этим парнем его подняли так вот опять же я возвращаюсь к тому она не может его оставить и не может с собой его брать у него очень слабые ноги и и и все остальное мышление тоже слабое не будем говорить дальше это не моя проблема это их проблемах сегодня кстати у них обследование у невролога будут тесты будет наверное компьютерная томограмма и будет заключение врача это то что касается вот этих бесплатных продуктов то есть еще раз подведу черту каждый желающий может прийти и получить продукты независимо от своего социального положения